это продолжение видео по чек-листу как продвигать видеоролик в ю тубе по нашей системе в прошлом ролике это было больше оптимизации первые шаги теперь мы рассказываем о следующей части это внешние характеристики ролика это то что может совершать зритель по отношению к просматриваем у ролику он может оставить лайк комментарий репостнуть поделиться ссылкой мы за белое продвижение в youtube но когда канал только начинает развиваться только создан чтобы дать ему шанс потому что все равно все будет зависеть от него контента содержательности интересы удержания на роликах попасть на свое место поэтому мы не стесняясь всегда говорим что лайки комментарии добавление в избранные репосты мы добавляем с помощью специальных сервисов в рамках данного видео я них не буду рассказывать если вам будет интересно сделаем отдельный видеоролик что касается просмотров то там 95 процентов случаев это реальные живые просмотры и чаще всего через рекламу в google adwords иногда делаем видео посева на видео посева больше подходит для коротких рекламных роликов или специальных роликов которые под природу заточены что касается комментариев заранее создается список из 100 200 комментариев пишет копирайтер по данную нишу вот тему данного канала где часть из них это вопросы на которые потом менеджер канала может отвечать по подготовленному клиентам списку ответов стандартных на эти вопросы также часть это общие комментарии по теме часть это негатив или позитив и часть это какие-то бредовые странные неадекватные комментарии которые тоже присутствуют и на каждый видеоролик добавляется 25-50 комментариев в зависимости от ситуации с помощью сервиса юзератора его назову который позволяет в задание когда комментарий мы заказываем изменять одно или два слова без изменения смысла комментария то есть каждый раз комментарий из этого списка чуть-чуть уникальный он не повторяется поэтому он не попадает в спам поэтому он присутствует на роликах а такая система позволяет дешевле работать с комментариями на первом этапе потом возникает уже органические комментарии и мы потихонечку все меньше меньше используем комментарии с данного списка или есть вариант писать специальные комментарии копирайтерами но это уже стоит дополнительных денег все время спрашивают о том что комментарии видно что они накручены внизу но мы не видим какой-то большой проблемы в том что такие комментарии присутствуют в ролике они помогают каналу подняться на нужную ступенечку и потом уже у нас будет органика что касается лайков избранного и репостов это отдельный сервис также есть сервис для социальной активности то есть когда мы можем давать задание человеку например посмотреть ролик и переключиться в конечной заставке перейти на другой ролик и тоже посмотреть его до конца youtube смотрит на то что есть пользователи которые смотрят несколько роликов на канале или например посмотреть ролик до конца подписаться на канал чтобы получить обратные ссылки на ролик идут публикации на видео хостинге раньше их было много сейчас мы используем три основных которые какой-то все-таки имеет вес то есть с них во-первых иногда идут клики переходы по ссылке на youtube канал и они сами по себе имеют определенный вес и обратная ссылка с них немножко поднимает вес ролика нашего на ю тубе к сожалению виме в последнее время очень и очень глючит потому что он заточен под профессионалов то есть под версию платную про и когда бесплатная версия начинают выкладывать ролики там дублирующий youtube канал очень часто начинают канал отключать замораживать и в общем какие-то палки в колеса ставить вот но остается у нас сейчас рутуб и playmd для того чтобы получить обратные ссылки также идет встраивание например на блок сайта или в определенные страницы сайта клиента или дается такое там за техническое задание с просьбой добавить видео туда-то или туда-то кроме своих социальных сетей также есть ряд тематических пабликов чаще всего через поиск в том числе в социальных сетях находится группы по интересам где скорее всего находится аудитория данного клиента пишется напрямую в данные соцсети администратором предложения о возможности размещать ролики если они полезны и на них на канале или какие-то другие взаимодействия делать то есть это можно сделать один раз вручную опыт показывает что пробежавшись по 100 каналам где-то около 5 8 правда довольно слабых они разрешают публикацию ролика у себя но это дополнительные обратные ссылки все таки они имеют определенную аудиторию которая связана с темой и будет интересно смотреть эти видеоролики один раз делаем у нас есть определенный поток что касается каналов постарше они запрашивают определенные деньги и если есть средства можно с ними также договариваться публикациях или если мы говорим о платном размещении в социальных сетях то можно воспользоваться тоже несколько из сервисов в которых можно добавлять пост в выбранные нами социальные группы сети публичные страницы также есть сервис который позволяет отслеживать изменения во времени по движению роликов в топе по ключевым словам то есть ролик был на шестом месяце в топе по этому ключевому слову потом он начал подниматься или наоборот опускаться и так по всем ключевым словам мы можем делать отслеживание таким образом делать выводы насколько правильно оптимизирован ролик как его youtube воспринимает поднимает ли он его выше или нет также добавляем обратные ссылки на видеоролики это различные формы их тысячи с помощью специального контейнера x ramer или по-народному кроме он позволяет сделать так чтобы автоматически авторизоваться на этих форумах и добавлять ссылки в профиль пользователя или в подпись пользователя например за счет большого количества внешних ссылок даже при том что они имеют небольшой вес мы поднимаем вес ролика раньше такая возможность была у поисковых систем на поисковые системы с этим начали бороться и принижать те сайты которые используют данный метод в ю тубе пока что он работает поэтому его используем после совершения данных действий менеджер также отвечает на комментарии ролика если с клиентом была договоренность он делает это или по инструкции от клиента с определенными пожеланиями или самостоятельно или по используя стандартные ответы на список тех комментариев которые мы добавляли с помощью сервиса чтобы закрыть наш чек-лист также рассказываем о том что делает таргетолог его функцию может выполнять менеджер канала если он обладает данной экспертизой или это делает тот человек который разбирается лучше всех в эдвардс за один-два дня до публикации ролика менеджер должен прислать таргетологу ссылку на уже залит оптимизированный ролик таргетолог настраивает объявления и различные рекламные кампании с разными настройками и таргетирование под разную аудиторию подбирает какие виды рекламы будут будет ли это инстрим или реклама дисплей в объявлениях текст тоже имеет свой заголовок и описание которое должно привлечь человека нажать и посмотреть ролик и стратег вначале следить за тем чтобы данный текст максимально привлекал внимание таргетолог в принципе в копирайтинге должен разбираться в том как лучше писать данный текст но стратег просто лучше разбирается в специфике компании с которого для которого делается youtube после публикации ролика в течение двух пяти семи дней когда идет рекламная кампания таргетолог постоянно следит за тем чтобы деньги не сливались впустую у нас например поставлено там 200-300 рублей в день или 1000 рублей в день он смотрит за эффективностью рекламных кампаний например отключая те которые на данном ролике плохо заходят таким образом улучшая или уменьшая например стоимость подписчика или перехода на сайт а то есть оптимизируя рекламную кампанию по ходу дела после проведения рекламной кампании таргетолог составляет таблицу в качестве отчета и скидывает скрины из adwords с всеми цифрами и пишет свои выводы рекомендации как он считает что он будет изменять в дальнейших рекламных кампаниях как прошла данная стратег смотрит данный отчет и также вместе с таргетологом решают будет ли какая-то коррекция и какое направление в движении настройки adwords будет дальше вот так выглядит одна из таблиц который делает в отчете таргетолог ее задача с помощью цифр основных понять какие рекламные кампании работали лучше какие хуже и также понять сколько данный видеоролик по рекламной кампании выдал стоимость подписчиков взаимодействия пилька и сколько всего было потрачено таким образом продвигая ролики в конце отчетного периода например месяца таргетолог обобщает информацию с разных видеороликов в общую таблицу отчет далее менеджер канала собирает скрины и всю статистику делает общий отчет ворд-файле которым мы можем рассказать также в отдельном ролике и стратег смотрит весь этот отчет делает выводы дает задачи и задания которые необходимы для коррекции стратегии в следующем видео я покажу еще один чек-лист по оптимизации настройки канала в целом то есть то что мы делаем по настройке оптимизация первое когда канал нулевой у клиента или когда канал уже имеет определенный вес на нем уже есть какие-то видеоролики и пару тысяч подписчиков и напоминаю вы можете получить данные чек-листы если скинете сообщение мне в личку в контакте или фейсбуке ссылки есть в описании а а